Приветствую вас, я прочитал ваш текст, значит, прочитал некоторые ответы коллег, вот, и давайте я, наверное, сперва немножечко по своим, так сказать, впечатлениям пройдусь от вашего текста. Значит, смотрите, вы, как мне показалось, довольно активный человек, вы, как мне показалось, довольно решительный человек, вы, как мне показалось, любите ставить перед собой цели и добиваться их. Ну, так, по крайней мере, вытекает из вашего текста. Я, конечно, тут могу ошибаться, но мне почему-то показалось так. И вы не боитесь перемен, вы не боитесь каких-то изменений в своей жизни. Ну, раз вы и голодали, да, раз вы и были вегетарианикой, то есть это все говорит о том, что вы, в общем-то, не боитесь чего-то нового, и, в принципе, это здорово. В принципе, это здорово и хорошо. Исходя из того, что вы написали, мне кажется, что вот эта вот черта ваша преодолевать проблемы отчасти проявляется здесь. То есть это, как бы, одна из, один из нюансов вашего вопроса общего. Такое впечатление, что вы склонны всегда что-то решать. Вы склонны всегда что-то преодолевать. Вы склонны всегда чего-то добиваться, чего-то достигать. И это не самая проблема. Это, если я прав, вот, то это скорее опосредование деятельности. То есть благодаря своей такой черте вы думаете, как решить проблему лишнего веса, например. Например, забывая при этом о том, что, например, помимо метаболизма, генетики, наследственности и так далее, есть еще и естественная, так сказать, естественная прогрессия человеческого возраста. Ой, человеческого веса, простите. Человеческого веса. То есть, что это значит? Это значит, что с возрастом, вот, по средней оговорочке была, с возрастом, а вес человека может меняться, просто меняться. То есть, если ранее вы, допустим, ели, скажем, там, в торт, да, ну, употребляли, скажем, сколько-то тысяч калорий, килокалорий в сутки, и это не влияло на ваш вес, он не повышался, то теперь, употребляя столько же, вы поправляете. И связано это не с тем, что у вас замедлился метаболизм, точнее, далеко не всегда это связано с тем, что у вас замедлился метаболизм, а с тем, что с возрастом, а приемлемый вес для человека может меняться. не знаю, насколько вы знаете это, не знаете это, но тем не менее. И здесь, вот именно в этом моменте я дам рекомендацию, которая заведомо будет не самой безопасной, не самой такой, такой, стерильной, но именно для вас, именно при вашей решительности, если я все-таки смог правильно ее разглядеть, при вашей напористости, при вашем оптимистичном образе жизни, это я уже не предполагаю, а опираюсь на то, что вы написали, мне кажется, что вы сможете это сделать. Значит, всю жизнь у человека один вес быть не может, это понятно. И вам нужно посмотреть, есть ли у вас свой вес, то есть определенный вес, достигнув которого больше полнеть активно вы не будете. То есть вполне вероятно, что вы выполняете просто, потому что вам нужно набрать другой вес. Конечно, вы, вы можете, если хотите сохранить фигуру, если хотите оставаться в том же форм-факторе, в котором вы находитесь сейчас, конечно, это отдельный вопрос. Но если вы хотите именно жить удовольствие свое, да, то есть не оказывая себе в еде, я полагаю, что можно попробовать. Дайте себе, скажем, планку 20 килограмм. Вот посмотреть, а поправитесь ли вы на 20 килограмм, если будете есть, ну вот так, как вы едите сейчас. Если поправитесь, значит, у вас действительно наследственно что-то, в полноте, и, значит, тут нужно уже что-то делать. Ну, я имею ввиду именно с питанием. Вот. Если нет, если остановитесь, то есть, ну, то есть, не будете выполнять после определенного порога, то, соответственно, сделаем не в возрасте, а именно в том весе, в который вам положим сейчас. Кроме того, я рекомендую обратить внимание на то, что ваш отец при своем весе себе, как себя чувствовал. То есть, если его, его вес тяготил, это одно, если ему было тяжело, если у него была дышка, если он, там, допустим, ну, потел, да, и так далее, если у него были болезни какие-то, или есть болезни, я вот не очень понял, вы про него упомянули только один раз, точнее два раза, вот. Что, соответственно, если у отца не было никаких жалоб, жалоб на вес свой, то для него этот вес нормальный. То есть, бывают люди, которым, в принципе, нормально быть полными, и они от этого вообще не страдают. Знаете? Вот. Об этом я еще чуть-чуть скажу ниже. Но, конечно, за это приходится расплачиваться, вот, ну, каким-то негативным, негативным, да, внешним видом. Который, может, вам не нравится, может, другим не нравится, и так далее. Вот. Это первый момент, который я увидел. А, значит, второй момент, да, который я увидел. это то, что, а, вы, достаточно активный человек. И, ваша активность, если вы будете ее сохранять на прежнем уровне, не даст вам, а, ну, собственно, собственно, пополнить слишком сильно. Да, какой-то вес вы наберете, но я думаю, что, а, если вы будете активны, если вы просто повысите свою активность, то есть будете более активным, как вам сказал один из моих коллег, то, ситуация будет, а, более-менее нормальной. Вот. Значит, теперь давайте мы, а, пройдемся по, а, тексту, потому что в нем есть много чего интересного, а, о чем можно было бы поговорить. Я очень люблю поесть. Пишите вы. И люблю готовить. Пишите вы. А, вот, знаете, обывательское, житейское представление о идее готовки таково, что, это одно и то же. то есть, то есть, что я ем, что, что я готовлю, это, как бы, как бы, значит, две стороны, но одного процесса. Вот. На самом деле, это не так. Готовить это одно, а, есть это совсем другое. Давайте немножечко я вам раскрою, а, просто, а, пока что, а, значит, значение, а, вот этих вот, а, двух, а, аспектов, которые, а, вы назвали. Да? Ну, просто раскрою вам их. Значит, а, первый аспект. Готовка. Это, не побоюсь, а, этого слова, м, творчество. Это, соведание. это, по сути, действительно, такая вот, м, как бы сказать, такая вот, хорошая, на самом, на самом, на самом деле, привычка, еще с детства, получать удовольствие, и, наслаждение, от того, что, вы, вы, ну, например, что-то создаете, созидаете. вот, то есть, я думаю, что, эм, что-то, вы любите готовить, говорит о вас, как о, своего рода, творческой личности, личности, с, эм, творческим потенциалом, что, безусловно, прекрасно. Вот. И, тут нужно, эм, конечно, рассмотреть, э, возможные варианты, того, вот, именно, что вы вкладываете в готовку, да, то есть, например, одно дело, если вы, э, если вы делаете, это, для, э, значит, ну, для своих, родных, да, если вы, готовите для них, это, один, скажем так, вид, поведения. Один вид, э, деятельности. Если вы готовите, потому что вы, получаете, получаете удовольствие, от этого процесса, это другой, другой вид, э, может, ну, другой вид, поведения. И, творчество, творчество здесь, э, это, э, процесс, на мой взгляд, достаточно, 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 такой, важный, это очень важный процесс. Вот. Если, если, опять же, если, вы хотите, разобраться в себе, так? Вот. Соответственно, если вы готовите, э, для других людей, пусть даже, и для своих близких, то очень важно, э, понять, насколько вы это делаете, ну, скажем так, э, с удовольствием, например. То есть, нравится ли вам это делать, или вы, иногда, испытываете, э, э, какой-то, негатив от этого, чувствуете, что, э, э, не хотели бы это делать, чувствуете, что, э, там, ну, устали, или как-то еще. То есть, тут вот, все вот эти вот моменты, они, нуждаются в, э, прояснении. Да? Ну-ка, хотя бы просто, просто для вас. Вот. Это, э, такой аспект. Дальше. э, что касается, того, что вы любите, э, любите именно, поесть. То здесь, история, э, заключается, в следующем. Во-первых, э, человек, который, э, э, ну, помимо того, что он, э, в общем, удаляет голод, да, помимо этого, он, еще и, э, удовлетворяет сразу несколько своих, э, э, базовых, потребностей. Первая потребность, заключается в том, что, э, э, человек получает эндорфины. э, ну, то есть, э, просто эндорфины, гормоны, радости. Ага. О чем вы, э, в принципе, в принципе, и говорите в своем тексте. Что вам нравится, получается, еду, вы, э, ну, потребляете еду, э, вы, чувствуете, э, э, значит, подъем, когда, э, потребляете пищу. Вот. Вам это нравится, и вы испытываете от этого наслаждения, когда это происходит. э, вот. Э, это и есть, э, то, что называется, э, э, эндорфином. То есть, еду, э, вы можете любить, э, именно из-за того, что она, э, э, несет вам, вот эти самые эндорфины, гормоны радости. Что бишь. И, ваше отношение, к гормонам радости, может быть, э, э, абсолютно, разное. Допустим, вы можете, э, э, сказать себе, что, ну, вот, у меня так, э, у меня так, да, то есть, я вот, вот, мне нравится, получать, э, гормоны радости оттуда, я буду их получать. И все. Вы можете сказать и по-другому, по-другому, что, мне не нравится, не нравится, то, что, э, вот, я там, э, э, например, э, вполне из-за этого, да, мне не нравится, не нравится эта история, и, поэтому я, например, э, ну, не буду, э, именно от этого получать, э, э, наслаждение, да, я выберу, э, себе, э, что-то другое, например. Но это должен быть быть, должен быть ваш выбор. э, то есть, э, если вы получаете от еды радость, подъем настроение, то, э, 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 как минимум, э, стоит подумать над, над тем, э, э, как часто вы вообще получаете удовольствие, и, э, э, собственно говоря, э, получа, получаете ли вы его вообще? То есть, то, что вы говорите, что вы оптимистичный человек, это я понял, но, то, что, э, вы нуждаетесь в радости, в гармонии радости, то есть у вас есть привычка такая, да? Вот. Это, конечно, э, весьма показательный элемент, элемент. И здесь, если мы хотим, э, поисследовать данный аспект, э, самым лучшим вариантом будет, э, просто, перестать, есть, э, еду, которая, э, ну, кобра вкусна. Просто перестать это делать. Вот. Вот. То есть, э, э, старайтесь есть только, э, э, то, что полезно. Ну, то есть, то, что дает вам, ага, вот, тот необходимый, э, э, набор, э, ну, витаминов полезных, э, э, свойств полезных, э, э, веществ, да? Э, 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 и все. И больше, э, больше не, не, не нужно. Э, 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 попробуйте, э, попробуйте, э, э, пожить, так, скажем, э, 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 недельку, или две. э, депрессии, ну, ну, не депрессия, депрессия, это сильно, э, э, гром, громко сказано, если вы, э, 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 ну, действительно не имеете никаких, э, э, проблем, психологического характера, характера, э, вот. Э, или же, или же, если все-таки скрытые проблемы есть, э, э, то, э, я полагаю, что они дадут о себе знать, вы будете чувствовать, э, неполноценность, вы будете чувствовать, э, какую-то, э, скутность от, э, того, э, э, как вы, э, ну, живете, и, э, что делаете, и вам будет очень сильно не хватать еды, вот. В этом случае можно говорить о некой зависимости, э, э, от, э, продуктов, питания, питания, вот. И, в таком случае зависимости же, определяется желанием. Да? Желанием. И вот, когда мы говорим о желаниях, так вот, почему человек ест, да? Мы подходим, в принципе, к, самому интересному, на мой взгляд. в том, что человек, через еду, реализует ряд своих базовых потребностей. первая потребность. Это потребность в безопасности. То есть, э, потребляя еду и потребляя, э, большое количество еды, человек чувствует себя, защищенным. Он чувствует себя в защите. Он чувствует, что, что он, э, с ним все хорошо. Он чувствует, как бы, себя в порядке. Вот. Ну, а, обычно, он, э, себя, получается, так не, не чувствует. Вот. Здесь, э, тоже нужно вам, хорошенечко, э, подумать. Не чувствуете ли вы себя, э, не в безопасности? Не чувствуете ли вы угрозу, какую-либо, себе, себе, когда, э, э, вот, э, э, не потребляете пищи? И наоборот. Когда пища вами потребляется, не чувствуете ли вы, э, 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 какое-то успокоение, умир, умиротворение, э, гармонию, и так далее. Если это так, то вот вам, э, один из, э, причин, пока, первым вы, э, значит, ну, иногда, иногда злоупотребляете едой, скажем, скажем так. Вот. Это, такой аспект. Дальше. Э, человек, человек, э, потребляет пищу, э, ну, или, можно сказать, э, эм, злоупотребляет иногда, э, едой, э, тогда, когда ему, ему не хватает, любви. То есть, когда человеку не хватает, любви, любви, когда, когда, когда человека, например, э, э, в детстве не вылюбили, то он, через, э, оральное поведение, э, употребление еды, это оральное поведение, на, э, стадии, так сказать, к оформлению, э, грудным, например, молоком, э, человек, э, как раз таки, э, осваивает, оральное поведение, вот, и, ну, и, собственно говоря, впер, впервые, учатся, ему. Так вот, а, недолюбленность. Недолюбленность, это, главный, э, главная причина, э, злоупотребления едой, с точки зрения, э, ну, с точки зрения, например, э, психоанализа, с точки зрения транзактного анализа, да, вот, помимо, помимо, потребности в безопасности, вот, о которой я уже сказал, вот, это, вот, еще и, такой аспект. И здесь, э, если мы говорим о, э, значит, любви к себе, то здесь, нужно обратить внимание на то, э, принимаете ли вы себя, обратить внимание на то, принимаете ли вы себя полностью, против, или нет? Если вы не полностью себя принимаете, то, э, э, ну, что именно в себе вы не принимаете? Думаете ли вы о себе, там, плохо, э, как-то негативно, есть ли у вас какой-то негатив в, э, отношении себя, например, и так далее. Это, э, также, очень, э, важные моменты, э, на чем-то, на которые вам стоит обратить внимание. э, потребности в, любви, любви. И, особенно это, э, актуально, э, в тот момент, когда, э, ну, вот, для вас особенно это актуально, потому что вы, э, написали о том, что, э, так, значит, я узнала, что он мой родной отец, только 18 лет, и начала общаться с ним, э, раз в две недели, не так давно. А до этого вы, э, были, э, с кем до этого у вас, э, был, там, кто-то из, ну, кто-то из родитель, из родительских, э, фигур, или, как. То есть, вот, э, тут не очень, не очень, этот момент понятия, но, э, в любом случае, э, в любом случае, да, э, в любом, случае, вы, э, скорее всего, э, чувствовали, э, всегда, э, подсознательно, что, что-то здесь не так. это, возможно, именно поэтому вам и не доставало любви. И, когда вы узнали о том, что, э, это вас родной отец, то, какие, вот, чувства вы испытали, э, 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 чувства обиды, на него, на него, э, э, чувства спокойного любопытства, и так далее. то есть, опять же, э, э, с точки зрения, э, вот, детско-родительских отношений, да, э, для вас не могло пройти бесследно, тот факт, что ваш родной отец не был с вами, э, даже, ну, э, до, ну, так, э, до восемнадцати лет. То есть, до восемнадцати лет вы не знали, что это ваш родной, что он ваш родной отец. И общаться с ним, как это не, парадоксально, э, вы начали, вот, э, относительно, ну, недавно, недавно, так сказать. А до этого? До этого, э, тоже какие-то, какие-то вещи были, были. До этого, э, тоже что-то происходило, что-то происходило с вами. Вот. Я имею в виду, э, с тем, как, как вы себя чувствовали, как вы себя композиционировали, и так далее. То есть, вот с этой, именно с этой точки зрения, можно, можно говорить о том, что вам все-таки не хватает любви, любви к себе. Отчасти, на, подобное, на подобную, э, точку зрения, на, подобное условное восприятие себя, которое, как мне показалось, у вас имеется, потому что вы, э, пытались, э, понравиться, э, как вы говорите, э, мужчинам, и для этого, э, сидели на диете. то есть, вы не считали, что мужчина может, может, э, взять, и, безусловно, принять, принять вас, э, э, такой, какая вы, есть, и у этого, тоже, тоже, есть, э, свои, условия, и свои субъективные аспекты. Вот. Безусловность. Э, э, так, безусловность, Валерия, Валерия. Вот насколько, безусловно, вы к себе относитесь? Вот именно, безусловность, э, отношение к себе, именно, безусловность, точнее, нехватка, нехватка, э, этой самой, безусловности, восприятия себя. И, приводит, по итогу, к тому, что, вы, испытываете, э, потребность в том, чтобы есть. Вот. Заедать можно, также, и, стресс. Если, если он, имеется, если он, э, есть, это может быть, тревога, это может быть, раздражение на что-то, это может быть, напряжение, и так далее. Заедать можно и, это, в том числе. Тут, конечно, э, как, как правило, э, нужен, именно, анализ, э, более детальный, потому что, вот, э, так, конечно, сложно, сказать о том, э, значит, что происходит, ну, по какой причине, э, значит, употребляете, э, пищу, ну, больше, чем, э, вам бы этого, например, х, больше, чем это было бы для вас, полезно, да? Вот. дальше, 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 так, э, последнее время, вы видите, начала поправляться, последнее время, ну, опять же, понимаете, э, то, что вы, начали поправляться, именно, последнее время, может быть не связано с возрастом, а может быть связано, как-таки, э, с чем-то, что происходило в вашей, в вашей жизни, вот, то есть, это может быть связано с, какими-то изменениями, э, в ней, в вашей жизни, вот, какие изменения, сказать, конечно, э, нельзя, потому что, опять же, нужно выяснять, что, что это, за, изменения, вот, ну, я думаю, э, я думаю, что, вот, 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 эта, э, фраза ваша, когда вы говорите, что, что, э, последнее время, она, конечно, подразумевает, что, э, происходили некие, некие, обстоятельства, в зависимости от которых, вы начали, э, пополнять. Например, например, э, полнота, может, э, свидетельствовать о том, что вы стали меньше заботиться о себе. Полнота может свидетельствовать о том, что вы стали больше, э, э, ну, например, думать о, других, людях, о детях, например, и так далее. То есть, полнота, как бы, напоминает вам о, напоминает вам о том, э, что еще есть вы, помимо, ну, помимо других, э, помимо других членов семьи. И, может быть, может быть, все дело в том, что вы, э, стали, э, забивать на себя, да, стали ставить себя на, ну, на менее, на менее важное место, вот, а на первое место, вы ставите все-таки свою семью, и организм ваш, ваше тело. Э, таким образом, э, напоминает о себе о том, что вам нужно о себе заботиться. То есть, вполне возможно, что заботиться о себе, вот, э, вы перестали, ну, в том объеме, в каком, э, делали это раньше. Конечно, это область предположения, но все, все, обратите внимание, на это, мне кажется, как, как минимум стоит. Дальше, э, так, значит, э, есть ли такая генетическая положенность, поражающаяся, э, в любви вкусно поесть? Ну, э, правильно вам, э, сказали мои коллеги, что, э, генетическая предрасположенность, не в том, чтобы, э, вкусно поесть, нет. Именно генет, именно предрасположенность и к этому, нет, нет, нету. Но, э, любовь к тому, чтобы вкусно поесть, из ниоткуда, не берется. У этого, почти всегда есть причина. И, может быть, ваш отец, передал вам не любовь, не любовь к еде, а, не любовь к тому, чтобы вкусно поесть. А он передал вам определенные, э, допустим, свои проблемы, которые у него могут быть, ну, проблемы самого разного характера, начиная там от, э, э, принижении себя, да, ибо не от хорошей, не от хорошей жизни, я уверен. Вот, он, э, скрывал, тот факт, что, вы, э, его родная дочь, и не от хорошей, не от хорошей, э, жизни. А вы, узнали, э, о том, что он ваш родной отец, только в 18 лет, и не от хорошей жизни, вы, не общались, с ним, э, вот, до недавнего времени. То есть, это все следствие определенных, э, решений, человек, Вот. А поскольку решения были, далеко не самыми, э, лучшими, далеко не самыми качественными, на мой, на мой взгляд, вот, то, соответственно, э, соответственно, можно говорить о том, что, э, эти решения, э, были вызваны, ничем иным, как, э, рядом, именно, рядом, негативных, негативных, аспектов. Именно, в жизни, в жизни, в жизни, человека, самого. И вот, эти негативные, негативные аспекты, и привели к тому, что человек любит вкусно поесть, любит заедать, как, как говорит, как, ну, как говорится, вот. И поэтому, а заедать, как правильно, тогда, когда, обесценивают проблему, обесценивают проблему, обесценивают какую-то, ну, какое-то, какое-то противоречие, какую-то слой, какую-то сложность, обесценивают, вот, тогда начинает, вынекает потребность заедать, потому что, когда есть, важность проблемы, она становится, ну, гораздо меньше, вот, и вот это отец вам мог передать, но для того, чтобы разобраться в этом, нужно, опять же, повторю, анализировать, да, то есть, может быть, ничего этого нет, а может быть, и есть, понимаете, вот. Дальше, значит, следующий аспект, который я хотел бы затронуть, да, это аспект того, что, значит, вы были вегетарианкой, имеете опыт голодания в течение двух недель. То есть, вот это вот поведение, когда вы голодали, были вегетарианкой, вот, а всё это, с точки зрения психологии, именно психологии прошу заметить, всё это, не просто так, у всего этого есть причина. Ну, вы же, по какой-то причине решили, например, что он будет вегетарианкой. То есть, вам это для чего-то понадобилось, вы это зачем-то изучали, да, вы для чего-то хотели всем этим заниматься, вот. Вряд ли это случайно. Это всё тоже, всё тоже самое оральное поведение. Вот. Всё тоже самое оральное поведение, только вполне возможно, что там у вас имели место быть различные запреты. Или какие-то наказания, или непринятие себя, ну, что без чего вы решили стать вегетарианкой и голодать. Голодание так это вообще, с точки зрения психологии является наказанием себя за что-то. Вот. Были периоды в жизни, когда я могла сидеть на диете, скажем так. Ну, вот, забавно, вы написали, скажем так, что это значит, скажем так. То есть, вы могли сидеть на диете или не могли? Вы сидели на диете или нет? Потому что, скажем так, это, ну, есть в этом, знаете, какой-то элемент лукавства, что ли. С вашей стороны. Вот. Хотя я, конечно, могу ошибаться здесь. Дальше. У меня была мотивация понравиться молодым людям. Ну, а без, вот, без этого, вы молодым людям не нравились, получается. То есть, чтобы понравиться молодым людям, вам обязательно нужно похудеть. И, в какой статусе это так? Знаете, то есть, вот здесь уже есть проявление непринятия себя. Конечно, это можно отспорить, конечно, это можно, ну, вы можете возразить на это, но я думаю, что оно все же здесь присутствует. Потому что, ну, вы не стали просто, пользуясь своими, так сказать, естественными, природными данными, да, вы не стали строить отношения с теми мужчинами. Которым, грубо говоря, плевать на то, как вы выглядите. Вот. Вы не стали этого делать. Но из этого вы и стали худеть. То есть, это стереотип. Вот. Вот. И стереотип, что если я, там, недостаточно худая, да, например, например, то я, соответственно, могу, ну, не понравиться мужчинам. Вот. Это, конечно, момент достаточно показательный. Вот. И может быть определяющим о том, что вы краски много едите. Ну, ну, заедаете, так сказать. Так сказать. Вот. Хотя, конечно, это, опять же, не точно. Дальше. Мотивация была. Понравится людям. Интересно, зачем? Для чего понравится? То есть, вы, когда выстраивали свои отношения с молодыми людьми так, что вам было важно и им понравилось. Это тоже можно интерпретировать как попытку, ну, попытку доказать что-то себе, молодым людям. Ну, вот. Хотя и, опять же, повторюсь, что это можно оспорить. Ну, при желанных. При желанных. Вот. Дальше идем. Значит так. Теперь, когда моя жизнь личная давно устроена, такой мотивации нет. А радовать, значит, своего мужчину не надо, да. То есть, как бы, ну, подкреплять, поддерживать то, что он выбрал вас или то, что он хотел быть с вами. Вот. Вот. Не надо. Это тоже интересный момент. Мотивация привлекать мужчину, мотивации привлекать мужчину у вас нет. Не боитесь его потерять. Это не хватает, не хватает, да. То есть, у вас, возможно, рутинная жизнь. Опять же. С недостатком эмоций. Так. Боюсь, что он будет увеличиваться. И что? Чего именно боитесь? Единственный страх, который реально обусловлен, это только страх перед тем, что, например, что вам будет тяжело или что вы можете заболеть и так далее. Вот. Или что вы просто не хотите быть толстой, например. Но судя по всему, у вас таких драков нет. А значит, дело немножко в другом. Так. У меня такое отношение к видео. Угу. Тут вы пишите. Обожаю ходить в магазин за еду. Это скорее эмоциональное что-то. То есть, это эмоции. Обожаю за 100 лет. Мносят вам различных закусок. Тоже эмоции. Ну, может быть, недостаток эмоций. В принципе, люблю здоровое питание, но все равно переедаем. Вот. Переедание здесь, это я уже об этом говорил. Вот. Ага. Значит, если приготовлю что-то вкусное, тоже начинаю это пробовать. Вот. Вот. Тут нужно анализировать, да? Вот. Если бы взяла обман, возможно, было бы легче. Я бы не готовила такие крайне калорийные бюджеты. Это самообман. Это самообман. Это самообман. Есть такая психологическая игра, называется все из-за тебя. Все из-за тебя. Вот. Смотрите ее в интернете. Вот. Я думаю, там вы увидите что-то, что-то для себя. Вот. Вот. Значит, есть ли генетическая предположенность? Об этом я сказал. Что с ней делать? Ну, надеюсь, тоже сказал. Как унять страдские дела? Вроде бы тоже сказал. Основная проблема в том, что вы пишите, что не хотелось бы портить все. Вот. Вот. Основная проблема. Смотрите. Основная проблема в том, что, возможно, вы красивая спортивная женщина, потому что считаете, что должны такой быть, но это не вы. То есть, вы, безусловно, можете быть красивой женщиной. Но спортивная спортивность, это образ жизни, а он подходит далеко не всем. И то, что вы хотите быть спортивной, ваше желание, на мой взгляд, противоречит тому, что вы хотите. Может быть, вы хотите быть спортивной. Может быть, спортивность это ваша. Может быть. Но для этого необходимо обменить соответствующее эмоциональное наполнение, которого у вас нет. Плюс к этому, то, что вы говорите, не хотелось бы. То есть, нет такого четкого, прямо, постулата, что я не хочу, там, вполне, не хочу толстеть. Нет. Такого постулата нет. Но это тоже проблема моделации. Так, я позитивный оптимист, это ничего не значит. А если мне печально, грустно, волнительно и тяжело, аппетита нет. Это тоже ничего не значит, потому что в момент, в момент у вас аппетита может не быть, именно в момент, когда вам, ну вот, как-то не по себе. Вот. Но зато потом, зато потом, когда вы, ну, когда ситуация разрешается, да, вот, вы вполне можете всё это компенсировать. Вот. Так что, здесь мне кажется, кажется, эм, ну, абсолютно ничего, ничего, ничего не значит. Тот факт, что вы не испытываете голод, а, когда, ну, когда, когда вам плохо, или когда вы чувствуете эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но если у вас депрессия или нет, у вас ее депрессия, я имею ввиду, я имею ввиду, то опять же, я не врач, а это делается исключительно только опосредованно, то есть на личном приеме или хотя бы при более детальном рассмотрении вас и вашей ситуации в целом, вот. А так, верить, верить, верить вам на слово, я верю, я верю, конечно, что вы считаете, что у вас не было депрессии, вот, но все же я предпочитаю проверять подобные вещи, да, нужно посмотреть, нужно посмотреть, как вы, что вы и так далее. Вот это все-таки куда более важно, чем то, что вы сами о себе думаете, потому что вы похожи на человека, который просто не позволяет себе болеть, вот. Что, безусловно, не лучшим образом сказывается на вас, вот. Так что здесь нужно поосторожнее, на самом деле. Ну, поаккуратнее просто. Вот. Вот. Могу целый день ничего не есть, но это бывает очень редко. Вы знаете, вот, из крайности в крайность какую-то вы склонны переходить, да. То есть. Что я, значит, ем все, что я, значит, не ем ничего вообще. Вот. Ну, правда. К чему-то, к чему это? Такие жертвы, такие, эм, колебания резкие. Вот. Зачем? Есть, есть надо, есть нужно, нужно каждый день. Это нормально. И нужно есть, эм, все необходимые продукты, чтобы, чтобы быть здоровой, да. Там, например, хотя, хотя бы, хотя бы, да, для своих близких, вот. Просто делать это нужно, в меру, осторожно, эм, и без, эм, изличков. А любые излички, это компенсация. Только вопрос в том, эм, чего именно компенсация. Понимаете? Вот. Так что я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию так. Ну и, эм, последнее, что, что я хотел бы сказать. Вам, последнее. Это то, что, эм, существует. Такие люди. Они называют себя гедонисты. Вот. Вы можете, эм, в принципе, посмотреть, эм, о, ну, почитать тоже о них в интернете. Вот. О гедонистах. Эм, гедонисты, люди, это те, которые, эм, цели своей жизни, сделали получение удовольствия. Вот. Ну, это, по факту, такая, я бы сказал, эм, личност, личностная позиция. Человек. Вот. У гедонистов есть, эм, одна отличительная черта. Они, эм, просто своей личностной целью делают люб, эм, делают именно получение наслаждения. Все гедонисты склонны к полной, полной, все. Гедонисты считают, что главное в жизни, это получать удовольствие, наслаждение. От того, что ты, что ты делаешь, от того, что ты, есть, от того, что ты, пьешь и так далее. Вот. И, это, эм, позиция. Она, эм, может быть вашей. Она, правда, может быть вашей. Так что, рассмотрите еще и ее. Ну, эту позицию, рассмотрите. Тоже. Может быть, вы найдете в этом все-то для себя. Но, для этого, конечно, надо бы, все же, исключить, эм, все возможные, эм, аспекты, эм, связанные, вот, с вашей моделью, моделью, с поведением, с поведением. Вот, ну, просто потому, что, мне кажется, эм, что, эм, в противном случае, вы просто-напросто, эм, рискуете, эм, ну, жить, эм, эм, своего рода, не, своей жизнью. Ох, вот. А, мы же этого, все-таки, с вами, я надеюсь, не хотим. Вот. Поэтому, для этого нужно что-то сделать. Вот. Для этого нужно, ну, посмотреть и все, как следует-таки, изучить. Эм, вот. Но если ваша позиция, действительно, эм, позиция гедониста, то это нужно, эм, принцип принять, да, у вас будет, знаете, такое, такое чувство озарения. Эм, когда, эм, вы будете об этом читать, у вас будет, эм, прям, вот, чувство озарения в этот момент, то есть, наверное, вы там нажали, что вы, действительно, гедонист. Вот. В этом нет ничего плохого. Это, да, это даже, а, а, вообще, это хорошо, потому что, ну, гедонисты, они, в общем и целом, нужны, я, я считаю. Вот. Ну, только нужно грамотно к этому подходить, то есть, понимать, чем вы, например, платите, чем вы будете платить за свою модель поведения и готовы ли вы платить за это. Ту цену, которую нужно заплатить. Ну что ж, на этом, в принципе, я думаю, что можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно. В целом, я считаю, что очень хорошо, что вы обратились за помощью. В целом, я считаю, что вы правильно сделали, что обратились к нам. Вот. Я думаю, что если вы как следует обдумаете вот то, что мы вам тут наговорили и нарассказали, ну, вам понаписали, а я понарассказал. Вот. Я думаю, что если вы всё проанализируете, то придёте к каким-то выводам, которые помогут вам... обязательно, обязательно помогут вам подкорректировать своё поведение и сделать его более соответствующим, скажем так, вашим целям, вашим желаниям и так далее. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.